Здравствуйте! Мы с вами продолжаем задание ЕГЭ разбирать и у нас сегодня 15 задание. Что из себя представляет 15 задание? Задание сформулировано вот так. Укажите все цифры, на месте которых пишется две Н. И дается такое предложение. И нам нужно выбрать здесь одна Н или две Н. Подумать. Чтобы решить задание 15 ЕГЭ необходимо знать следующие правила правоописания. В прилагательных, в причастиях, в глаголах, в наречиях, в существительных. Ну и дважды у меня повторяется тут в глаголах. Сложность 15 задания ЕГЭ заключается в том, что правоописание 1 Н или 2 Н зависит от части речи. Также существует ряд исключений, которые нужно запомнить. Итак, алгоритм выполнения задания 15. Внимательно нужно прочитать задание. Определить часть речи слов с пропущенными орфограммами. Обязательно здесь нужно часть речи определить. Ну и запомнить, где сложность, ловушка заключается для выпускников. Это причастия. Они всегда образованы от глаголов. Мы это знаем. Однако прилагательные тоже могут быть отглагольными. Поэтому здесь путаница. Чтобы правильно написать 1 Н или 2 Н в прилагательных или в причастях, достаточно знать, образовано слово от глагола или нет. В-третьих, если слово прилагательное или причастие образовано от глагола, то по правилу нужно проверить вид глагола. Вид глагола мы знаем совершенный и несовершенный, от которого они образованы. Проверить, есть ли приставка. Вот обращаю внимание на слово приставка. Если слово образовано от глагола совершенного вида, или имеет приставку, или не имеет зависимые слова, то пишется 2 Н. Когда будете работать с отглагольными словами, прилагательными или причастиями, найдите определяемое слово и зависимое. Есть ли они? Ну и к остальным частям речи примените правила из теории. Сейчас у нас будет в презентации теории много, потому что эта тема не такая уж и лёгкая. Ну и вспомним, посмотрим исключения. Начнём по принципу от лёгкого к сложному. Вначале у нас прилагательные. Прилагательные, когда пишутся с одной Н. Если есть в слове суффиксы ан, ян, ин, пиши одну Н. Но есть слова-исключения, которые нужно запомнить. Оловянный, стеклянный и деревянный. В прилагательных, не образованных от других частей речи, синий, юный, ряный, пишется тоже одна Н. Посмотрим, когда же пишется две Н? Две Н пишем. Если есть суффиксы он, ян, ну и исключение здесь, ветреный. Здесь хочу добавить, если появится приставка безветренный, пишем уже с двумя Н. А, ветреный, так как слово-исключение. Нужно запомнить. И второе правило, когда пишется две Н. Если корень заканчивается буквой Н, то прибавляется обязательно второй суффикс Н. Итого получается у нас две буквы Н. Например, посмотрите слово лимон. Лимон, корень заканчивается Н, поэтому прибавляем суффикс Н. Получилось две буквы Н. Итак, смотрим сейчас вот на эту сторону. Колонка с причастиями. При наличии приставки мы пишем уже две Н. Накрашенное, например, слово. При наличии зависимых слов пишем. Ну и нужно запомнить, какие слова. Важно знать о прилагательных и причастиях, где многие-многие допускают ошибки. Что же нужно знать? Ну самое главное, самое легкое. Прилагательные. Вы с пятого класса или с третьего, даже с класса, да? Знаете, что прилагательные отвечают на вопросы какой, какая, какие. Обозначают признак предмета. Может быть образована от существительного и от глагола несовершенного вида. Имеет краткую форму. Отвечает на вопрос каков, какова, каковых. А вот причастие совмещает признаки прилагательного и глагола. Отвечает на два вопроса. Какой? И вопросы причастия. Что делающий? Что сделанный? Имеет краткую форму, тоже как и прилагательное. Что сделан? Например, вопрос. Ну и бывает причастие у нас действительное причастие и страдательное. Действительные причастия чем отличаются от страдательных? Они отличаются суффиксами. Или же по-другому, по-научному здесь объясняется как. Действие производится предметом. Например, читающий человек. Суффикс «ющ». Суффикс «ющ» – это суффикс действительного причастия. Страдательные причастия действий производится над предметом. Ну и отвечают на вопросы, что делаемый, что сделанный. Здесь я хочу посоветовать выучить наизусть суффиксы причастия. Если действительное причастие – это «ущ», «ющ», «ащ», «ящ» и суффикс прошедшего времени – «вш». А если это страдательное причастие, то суффиксы «ен», «он», «ем», «тэ». Ну и здесь мы можем посмотреть алгоритм. Алгоритм чего? Производящего слова. Определите часть речи производящего слова. Существительное. Если слово произошло от существительного. Выделяем основу и суффиксы. Основа на «ен», тогда две «ен», прибавляется суффикс «ен». Например, сонный, лунный. Если «ан», «ин», «ян», пиши одну «ен», «он», «ен», две «ен». И если это глагол, производящий слово, на «ованный» или «ёванный», на «ованный» определяем вид. Совершенный, несовершенный вид. Совершенный вид, вот две «ен», несовершенный. Уже смотрим на зависимые слова. Есть зависимое слово? Две «ен». Нет зависимого слова? Одна «ен». Итак, опять мы возвращаемся к началу нашей презентации. Это у нас демонстрационный вариант 2020 года. Нам нужно выяснить. Одна «ен» или две «ен» пишется вот вместо этих цифр. Уже в первом пейзажа Серова были проявлены почти все черты, свойственные ему, как пейзажисту, остродовидение, глубочайшее проникновение в суть изображаемого, изысканность и точность колорита. Нам нужно найти две «ен». «Были проявлены» не подходит краткая форма страдательного причастия. «Свойственные» здесь мы уже видим суффикс «ен», поэтому две «ен». «Изысканность» здесь пишется тоже две «ен». «Изысканность» здесь пишется «вы» «휴», «вы» «вы» «Видение» «вы» 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 Продолжение следует...